Как были вооружены средневековые войны, кто с кем воевал и как выглядело оружие московских стрельцов. Древнерусскую историю от Рюрика до Ивана Грозного в увлекательной интерактивной форме открывают в клубе «Армир» в центре внешкольной работы. В период летних каникул для ребят из пришкольных лагерей здесь проводят исторические экскурсии. В «Армире» дополняют и расширяют знания школьных уроков истории, ведь здесь рассказывают о том, о чем почти не пишут в учебниках. Это дополняет картину мира немножко. Ну, бывают, к нам приходят вообще, прям такие эрудированные дети. Вот, например, библиотека недавно была, там они своим познаниями прям удивили даже, в хорошем смысле. Ну, а бывает так, что, да, в общем-то, приходят некоторые вещи, дети слышатся впервые. Самым маленьким посетителем руководитель клуба «Армир» Василий Киселев рассказывает о русских бактериях и их подвигах. Ребята постарше знакомятся со средневековьем и эпохой Ивана Грозного, а также узнают про засечную черту, которая раньше проходила через Саровский лес. Для отряда из школы номер 10 урок живой истории состоял из двух частей. Сначала ребятам рассказали о времени древнерусских княжеств, показали клинковое оружие и средневековый боевой лук. Дети удивлялись тому, насколько тяжелые доспехи носили на себе воины. Я узнала, каким оружием стреляли, что носили на себе, примерно сколько это весело. Больше всего понравилось, как выглядело оружие, какие значки на них были, как выглядели все эти шлемы, потрогать все хотелось. Сама что-то сегодня пробовала делать, надевать на себя? Нет, не пробовала, но я представляю, насколько тяжело это было. Во время интерактивной части юные гости армира подержали в руках мушкеты и мечи, примерили рыцарские шлемы и перчатки, подули в сигнальный рог. После мероприятия у ребят осталось много впечатлений. Мне больше всего понравились стрельковые оружия, потому что там очень много механизмов, но это очень интересно работает. Ну, а для себя, в принципе, я узнала, как это все там делать, вот эти вот мелкие детали, куда сыпать. То есть, я сюда уже второй раз пришел, но здесь интересно. Так что приглашаю всех приходить сюда. Клуб «Армир» также выезжает в школы и показывает ребятам свои экспонаты. Уроки живой истории будут проходить на протяжении лета. Подать коллективную заявку можно в группе «Стрелецкая слобода» ВКонтакте или через офис центра внешкольной работы. Ну, а дальше мы планируем все это расширять, выходить на улицу. Ну, благо, сейчас вот по проекту вам решать. Мы будем благоустраивать двор, в котором как раз будет масса новых активностей. То есть, стрельба из лука, фехтование, хождение строем по тем временам, как это происходило. Ну, и, в общем-то, небольшие сражения между группами. Традиционно после мероприятия ребята смогли сфотографироваться на память.